Здравствуйте, дорогие садоводы! С вами Лилия Журавлёва и Центр природного земледелия «Сияние» города Орска. Сегодня мы с вами поговорим о красоте. И мне очень хочется рассказать вам о тех растениях, которые великолепно себя чувствуют в любом регионе, в любой местности, в любом климате и в любой почве. Будь то песок, будь то глина, будь то возвышенность, низинка. Эти растения просты в уходе, да практически они не нуждаются в большом уходе. Они легко растут, они быстро растут, они заполняют пространство, которое вы им выделили. И они настолько, ну они незаслуженно обходят вниманием их садоводы. И поэтому мне очень хочется рассказать о тех растениях, которые из обычных простых могут превратиться в настоящую изюминку вашего сада. Вот эту красавицу зовут спирея грифшайм, спирея серая. Зацвела она у нас 9 мая, и в течение 10 дней это было самое яркое, самое красивое, самое завораживающее зрелище. Крохотные белые и ничем не примечательные цветочки, когда слились вместе, они образовали просто фонтан, просто фейерверк белоснежной красоты. И каждый, кто увидел это цветение, ну влюбился в это растение раз и навсегда, это просто невозможно не полюбить. А чтобы в следующем году цветение было еще более мощным, мы сразу после цветения обрезали побеги. За лето они снова отрастут, заложат новые цветы, цветочные почки, и на следующий год фонтан будет еще больше. Про секреты посадки, как сделать так, чтобы из крохотного растения за несколько лет выросло большое зрелое, я расскажу в конце ролика. А сейчас расскажу про еще второе растение, которое мы очень любим, это дерен белокаймленный легансиссимо. Его листья с белой каймой, и благодаря вот этой кайме дерен декоративен всегда, вот в любую пору, начиная с мая и до самого октября. Растет он очень быстро, это очень хорошее достоинство, особенность этого растения, он просто моментально растет и за год может прирастать до 50-100 сантиметров. Два крохотных саженца, посаженные в 2017 году, превратились в огромный куст всего за 3 года. И высоту он может достигать 3 метров, а в ширину до 3,5-4. Поэтому, если вдруг вам нужно высветлить какой-то участок, если вам нужно, чтобы пространство заполнилось очень быстро, если вам нужно, чтобы было неприхотливое растение, красивое, мощно растущее, то присмотритесь к дерену легансиссимо. Еще одно наше любимое растение – это спирея японская. Их огромное множество, с разной листвой. Но у всех спирей одна чудесная особенность – это красивый плотный куст и красивые зонтики розово-малиновых цветков. Ну и, конечно, неприхотливость и декоративность. Этот цветок декоративен все время. Во время цветения – это красивый шарик малинового цвета. А после цветения мы обрезаем цветы и получаем красивый плотный шар, который можно использовать даже для создания японских садиков. Осенью этот шарик окрашивается в красивый оранжево-розовый цвет и продолжает сохранять свою декоративность. Кто еще из наших любимцев? Это, конечно, пузыреплодник. Их огромное множество. Декоративность великолепная. У них разные окраски листьев от нежно-зеленого до пурпурно-почти черного. И вот это многообразие позволяет создавать самые разные картины. Пузыреплодник чудесно стрижется. Он великолепно держит форму и легко превратится в изюминку вашего сада. Стоит просто держать эту форму. Вот мы его подстригаем, делаем из него идеальный шар. И этот идеальный шар еще и имеет очень красивую окраску. На своем участке мы сохранили несколько вязов узколистных. И чтобы придать им красивую форму, постригли их в форме шара, пирамидки и зонтика. Вы видели, что это настолько красиво. Это красиво всегда. Это красиво летом, когда яркая плотная зелень и четкая фигура на участке. Это красиво зимой, когда эта фигура покрывается инеем. И так здорово, что даже зимой участок выглядит нарядно и, я бы сказала, что сказочно. В уходе вязус колистный не нуждается вообще ни в каком. Только стрижка. Стрижем мы свои растения по мере необходимости, как только куст становится лохматым. А теперь записывайте секрет посадки и быстрого роста растений. Это очень важно, потому что достичь быстрого роста, мощного старта можно только с помощью правильной закладки в посадочную яму. Мы делаем большую посадочную яму, даже если саженец у нас крошечный. В лунку засыпаем питательную смесь, которая состоит наполовину из той земли, которую мы достали из лунки. А вторая половинка это биогумус, компост для хорошего питания растений в самый начальный период. И вермикулит для быстрого корнеобразования. Саженец перед посадкой напитываем влагой, слегка разминаем ком и обваливаем в вермикулите. Тоже для того, чтобы саженец очень быстро начал образовывать корневую систему. После посадки проливаем, подсыпаем сияние 2 и мульчируем. Сверху закрываем либо посадочным горшком, либо овощным ящиком. Благодаря этому простому рецепту все приживается и растет как на дрожжах. И если в 2017 году все растения были крошечками, то уже через 3 года, в 2020 году, это уже зрелые, красивые растения. Посмотрите сами. Вот так выглядел наш участок в 2017 году. И вот таким он стал в 2020 году. Неприхотливость растений, правильная посадка и регулярная стрижка сделали свое красивое дело. Приобрести саженцы декоративных растений и получить подробную инструкцию по посадке вы можете в центре сияния города Орска по адресу проспект Ленина, 45. Если вы проживаете в другом городе, смотрите адрес садового центра вашего города.